МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето в самом разгаре, и вновь один из главных ньюсмейкеров – жара. Новости метеорологов в эти дни иногда напоминают сводки необъявленной погодной войны. В Сибири плюс 30 ливней, в Индии самое знойное лето за последние 100 лет, столбик термометра подскочил до 47 градусов. В Беларуси свои температурные рекорды и проблемы. В эфире программа «24 вопроса». В студии Максим Угляница. Здравствуйте. Медики говорят, самая комфортная температура окружающей среды для человека – 21-23 градуса. Если жарче, организм начинает терять воду. Взной в первую очередь под ударом сердца и сосуды. Специалисты бьют тревогу. Нужны кардинальные меры по снижению темпов глобального потепления. Иначе через 60 лет температура может вырасти на 80%. Многие виды животных и растений просто вымрут. Да и нам, людям, не поздоровиться. Когда жара становится опасной для организма? И кого летнее солнце может убить? Как хроникам пережить летний зной? Правда ли, что на перегрев атмосферы планета ответит мощными выбросами вулканов? И каков вклад Беларуси в борьбу с глобальным потеплением? Зададим эти вопросы нашим гостям. Это начальник гидромета Минприроды Беларуси Мария Герменчук. И доцент кафедры терапии Белорусской медицинской академии последипломного образования Вадим Сушинский. Здравствуйте. Лето 2016 для медиков. Оно чем-то особенное с точки зрения негативных последствий там жары, того же солнца? Или все как обычно? Наверное, будем говорить о том, что лето на часе прошел только один летний месяц. Да, действительно, он был, наверное, теплее обычно. Были несколько совершенно жарких дней. И, конечно же, в такие дни нагрузки на медицинских работников возрастают. Причина тому, что целый ряд категорий людей, уязвимых людей, они, конечно, могут переносить вот такие нагрузки жарой, не совсем хорошо и реагируют. Мы еще поговорим, да, о каких идет речь, там, категориях людей. Ну, вот я заметил, среди госпитализированных в Минске было несколько людей, у которых ожог, правда, первой степени ожог 90% тела. Это надо постараться, чтобы так обгореть? Или может все очень незаметно получиться? Мне кажется, что надо постараться. Соблюдение элементарных правил не позволит... Ну, то есть это серьезные, да, цифры 90% тела. Конечно, наверное, человек думал, что вот это солнце, оно будет первый день и последний. Поэтому хотелось бы его поймать просто все. Ну, синоптики уже третий год нам сообщают о разных неблагоприятных погодных явлениях с помощью такого цветового кода. В каких случаях жара – это оранжевый? От 25 до 34. Чисто автоматически, да, если выше, объявляется оранжевый? Это всегда смотрится, действительно, реально есть угроза или нет. Потому что если 35 – это уже красный уровень опасности, это действительно опасно для жизни и здоровья. Это то, что мы наблюдали в Испании, то, что мы слышали про Италию. У нас пока 35 не было, да? 35 у нас бывало в прошлом году. Но красного я не помню, да, не объявляли? 35 градусов было отдельной точки, это был Жлобин. В течение нескольких часов наблюдалось. То есть до таких отметок мы доходим. Но когда мы прогнозируем, мы же говорим не о том, что это будет в течение часа 35. Мы говорим о том, что максимальные температуры могут достигнуть таких или таких уровней. Вообще говоря, оранжевый уровень опасности объявляем часто, а вот красный мы объявляли во всю историю использования цветового кода один раз, когда пришел к нам Хавьер. Высокие температуры не всегда повод для оранжевого уровня. А вот дожди, град и сильный паровый ветер – вот это вот комплекс, так называемый комплекс неблагоприятных явлений. Вот это повод для того, чтобы объявить оранжевый уровень. Вадим, кто больше всего рискует в такую жаркую погоду? Конечно, к уязвимым категориям можно отнести, прежде всего, детей, людей пожилых и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, прежде всего, сердечно-сосудистой системы. С точки зрения оказания первой помощи, вот солнечный и тепловой удар принципиально как-то отличаются, многие путают. Ну, принципиально, конечно, отличия нет. Немножко отличается механизм развития вот этих ситуаций. Почему? Потому что солнечный удар – это прямые солнечные лучи, которые в большей части воздействуют непосредственно на голову, локальный перегрев и соответствующие изменения. Но, тем не менее, и там, и там мы говорим перегрев. Более того, проявления солнечного и теплового удара, они очень схожи. Давайте напомним основные, чтобы иметь в виду. Ну, надо говорить о том, что всё-таки этот удар, он всё-таки происходит не внезапно. То есть, это хоть и говорят удар, но это не такой удар. Как правило, всё-таки есть какие-то минимальные проявления до. Какие? Головные боли, шум в ушах, может быть головокружение, обязательно покраснение кожных покровов и потливость, нарастание слабости. Вот всё то, что, собственно, и должно человека насторожить в плане того, что не пора ли ему принимать какие-то действенные меры. Это всё на солнце происходит? Или он уже мог уйти куда-то домой и вот там началось? Ну, мы с вами говорили, если мы говорим именно о солнечном ударе, то, конечно, на солнце. А вот тепловой удар, он всё-таки в большей степени зависит от изначально высоких температур окружающей среды. Это когда весь организм, да? Да, да. И вот тут же могу я задать вопрос. Мы говорим оранжевый уровень, но ведь не только температура и на появление солнечно-теплового удара, но и влажность, скорость ветра сказывается. Это как-то… То есть, это всё учитывается, да? Это учитывается в комплексе. Когда мы говорим об объявлении оранжевого уровня, то, например, оранжевый уровень температуры выше 30 градусов, ведь скорость ветра выше 15 градусов. Ну, гроза и… Метра в секунду. Да, разумеется. А гроза и град – это, ну, само собой разумеется. И вот когда особенно в комплексе, а есть ещё при этом, есть такое понятие дефицит влажности, не хватает влаги в окружающей среде, ну, в почве это для аграрников важно, ну, и для садоводов тоже. А вот в самом атмосферном воздухе очень низкая влажность и, соответственно, температура, которая накапливается… Есть такое ещё понятие – сумма температур. То есть, с утра была, условно говоря, 25, 27, 28, 35. Кстати, максимальная температура к 17 часам, как правило, накапливается. А они, как мы думаем, в час, в два где-то… Не в час, в два. А потом, думаю, в пять можно уже легко выходить, или в четыре не всегда, да? Ну, в тенёк можно выйти. Пик как раз может быть в это время. Как раз приходится вот к концу дня, во второй половине, вот это вот накапление температур, оно как раз вот и вроде бы человек себя чувствует комфортно-комфортно-комфортно, но температура накапливается, воздействует. На воздействие я даже читала такое выражение – тепловая травма. И мы говорим о том, что низкая влажность, ваши высокие температуры, а ещё плюс, если налетит сильные пары фетра, то это тоже неблагоприятно воздействует. Ну, в сумме, это тепловая травма. Медики и синоптики как-то взаимодействуют между собой в плане рекомендаций людям? Обязательно мы передаём информацию о неблагоприятных метеорологических явлениях. Особенно, то есть не только медики. Эта информация передаётся в МЧС, в Минздрав, в Минобразование. И вот Минобразование обязательно очень внимательно прислушивается к нашим рекомендациям с точки зрения, чтобы ограничить пребывание детей на воздухе в детских садах, в пионерлагерях и так далее и тому подобное. Не то, что там детей посадят в помещение, запрут окна и двери, пусть там сидят. Нет, это должно быть либо лес, либо затенённый участок. Кто не дети, кто сам за себя отвечает. Как им уберечься от жары? Я всё-таки тоже хотел дополнить, и примером, подтверждением является то, что на сайте многих источников сейчас была официальная информация Министерства здравоохранения, которая информировала о тех мерах профилактики солнечно-теплового удара, то есть что сделать, чтобы вот этот температурный режим прошёл для человека незамеченным. Как уберечься? Конечно, существует много рекомендаций. По существу надо... Сидеть дома, не выходить, ну как? Начнём, наверное, с одежды. И мы говорим о том, что это обязательно головной убор. Это обязательно натуральные ткани, желательно светлых тонов. Мы тоже говорим о том, что вот эту прямую нагрузку теплом можно минимизировать тем, что часть работ выполнять в ранние утренние часы, часть, соответственно, перенести на вечерние часы. И в то время, когда жара будет наибольшей, воздержаться от нагрузок, и прежде всего от физических нагрузок. Почему? Тоже очевидно. Физическая нагрузка – это дополнительная выработка тепловой энергии, и это тоже может негативно сказаться. Может сказаться и на здоровом человеке? Конечно. Если это всё-таки по-настоящему температурный режим повышен чрезвычайно сильно, человек находится длительно в таких условиях, то, конечно, мы можем говорить, что и здоровый человек тоже, к сожалению, может негативно иметь негативные последствия. Ну, я бы так сказала, что есть, что называется, окружающая среда, на воздухе, на отдыхе, когда человек сам собой располагает. Ну, человек здоровый, своё здоровье бережёт, он на солнце не будет лежать по три часа, пока не начнётся, кожа пузырится, ещё что-то такое, там, обильное питьё, то взрослый, адекватный человек сам себя оберегает и какие-то меры принимает. Другой вопрос – работа. Вот если это работа в горячих цехах, если это работа в помещениях, где действительно человек должен находиться, ну, скажем так, свой рабочий день в 8 часов, то работодатель в этой ситуации обязан предусмотреть все условия для того, чтобы соблюсти так называемые требования по безопасному ведению охраны труда, и здесь есть уже жёсткие ограничения – 28 градусов. До 28 градусов температура может быть в помещениях. Но для того, чтобы создать благоприятные условия, можно же менять рабочее время. То, о чём говорил Вадим, можно работать, словом говоря, не с полдевятого до половины шестого, можно организовать с восьми до семи, при этом середину дня освободить, чтобы люди могли либо пойти, найти место, где им комфортно, благоприятно, либо просто отдохнуть, потому что работоспособность падает. Мария, в один из июньских дней в Минске пал рекорд 102-летней давности. Там, округляя, 31,5 градус был. 31,7. 31,7, ну, почти 32. В других городах тоже свои рекорды. Так, слушайте, если 100 лет назад было, ну, не 31, но 30, а где же это глобальное потепление? Чтобы не происходило изменение климата, это не только, во-первых, антропогенное воздействие, не только деятельность человека, выбросы в атмосферу углекислого газа, метана и других парниковых газов. Собственно, всегда в окружающей среде идут климатические процессы. Климат, он всегда влияет на культуру этноса. И всегда в Беларуси было такое, что были и периоды засухи, и были периоды похолоданий. И есть такая Баркаламбовская летопись, там, в 1538 году засуха была очень сильная, и часть людей ушла на Украину, там, где можно было найти хлеб и прокормить семью. Поэтому говорить о том, что вот изменение климата, это раньше было либо холодно, либо комфортно, а теперь стало жарко и некомфортно, это неправильно. Изменение климата выражается в том, что у нас увеличивается количество экстремальных явлений. То есть, если раньше у нас в Беларуси, скажем так, было 3-5, есть такое понятие, волна тепла, если она длится 1-2 дня, ну, это такое достаточно... Да, это всплеск. Достаточно привычное климатическое явление. А у нас теперь стало 3-5 дней. Вот как в этот раз мы наблюдали. То есть, длительность вот этого экстремального явления, она увеличивается. Увеличивается экстремальность осадков. Например, выпадают осадки. В очень ограниченное время выпадает огромное количество осадков. Припомню, 12 августа прошлого года, когда в Могилёве выпало 58 миллиметров осадков, это означает 58 литров воды на 1 квадратный метр в течение нескольких часов. А вот есть цифры, что к 80-му, 2080-му году, ну, чуть ли не на 80% летняя температура возрастёт. Это может так быть, если ничего не делать? Ну, это... Или это похоже на такие... Это оценка, знаете, вот для средств массовой информации, когда хочется попугать. Очень, очень звучит страшно. Страшно. Во-первых, что значит на 80% увеличится? Это для Беларуси цифра? Или это для Финляндии цифра? Или это цифра для Италии? А по всей планете она, конечно, никак одинаково не увеличится. По всей планете оно... Да и сейчас уже температура по всей планете, даже вот с северной полушарии проанализировать, да, в Беларуси растёт, а вот за последние... Ну, возьмём 2-3 последних года, да, в Беларуси растёт. А вот в России есть огромная область, Сибирь и за Уралией, и туда вот в сторону Восточной Сибири. Там есть целый регион, где температура стабильно понижается. Нет, не сильно. И среднегодовая там, она, в общем-то, сравнима с доиндустриальным периодом. Но есть тенденция к понижению. Если вот так проанализировать всю территорию земного шара, то везде найдутся где-то регионы, где вот эта тенденция повышения среднегодовых температур, она либо не выдерживается, либо имеет обратный тренд. Но тренд это не поменяет на то, что у нас глобальное потепление, надо что-то делать. Решение Парижского климатического саммита, это, я так понимаю, конечно, не отменит. Нет, конечно. Когда речь идет о вообще борьбе с изменением климата или смягчении последствий изменения климата, бороться с изменением климата, ну, скажем честно, это бестолковое занятие, потому что нельзя бороться с природными силами. Можно смягчить последствия изменения климата и принять меры по ограничению выбросов. И это единственное, что может сделать реальность, человечество глобально может сделать. И Парижское соглашение, оно как раз к этому и призывает, чтобы те возможности, которым человечество располагает, использовать по максимуму, но при этом понимает прекрасно, что мы можем только сдерживать изменение климата. Вернуть климат на какой-то период до того уже невозможно, потому что это, собственно, природное явление. Я хочу согласиться с Марией. И действительно, температурные такие рекорды мы наблюдаем достаточно часто, в том числе вот такие с положительными температурами. Поэтому важно, что мы можем сделать, чтобы минимизировать последствия. Ну, например, мы с вами не говорили… Каждый из нас вы имеете в виду, да? Да, конечно. Ведь, например, мы не коснулись водного режима. Если жара, мы должны констатировать, что потовыделение усиливается. Это, естественно, имеет приспособительную характеристику. Но, с другой стороны, пот – это все-таки вода, мы ее теряем. Значит, совершенно логично, что мы должны ее возмещать. Конечно же, обычное правило, что это не сладкая вода, это не алкогольные напитки, не рекомендуется употребление кофе. Оптимальный вариант – это даже просто, например, чистая вода. Это может быть зеленый чай. При этом и температура, скажем, если мы говорим зеленый чай, он может быть или холодный, или даже немножечко теплый. Возможно, употребление жидкости с небольшим добавлением соли, потому что соль тоже потовыделение теряет. Воды-то хватит, да, в Беларуси? Сразу скажем, у нас вопросов с водой пока, слава богу, нет. Вот наши оценки до индустриального периода, последние 30 лет, и наши прогнозы на больше говорят нам вот о чем. Что осадки, которые упадают в Беларуси, они практически пока остаются те же, которые были, уровень осадков, которые были и 50, и, может быть, 100 лет тому назад. Но проблема заключается в том, что осадки по территории Беларуси сейчас распространяются неравномерно. И в течение зимнего периода, и территориально неравномерно. Мы ожидаем по прогнозам увеличения количества осадков в северной части, Витебская область. Где их и так, в общем-то, немало. Да, хватает. И некий дефицит осадков будет наблюдаться в южной части Беларуси. Где их, наверное, не всегда хватает, да? Где всегда не хватает. То есть там станет еще более влажно, а тут еще более сухо. Это как раз проявление климатических изменений. Не экстремальность неблагоприятных явлений обостряется, увеличивается. В этом году Всемирная метеорологическая организация выпустила такой обзор изменения климата в 2015 году на территории всей планеты. Вот там вот речь идет о том, что самые главные источники воздействия – это вот эти океанские течения. Второе – это изменение поверхности льда. Кстати, вот меняется площадь поверхности льда, уменьшается в северном полушарии. И при этом практически не уменьшается, а кое-где увеличивается в Антарктике. Вот такой интересный эффект. Ну, это глобальные факторы, скажем прямо. И полюса от нас далеко, да, наверное, океанические течения тоже есть. Ну, если что, не дай бог, они очень быстро станут нам близкими. Местные факторы есть какие-то, которые тоже могут влиять на изменение климата? Здесь надо поделить, есть местные факторы, а есть общая циркуляция атмосферы. Вот общая циркуляция атмосферы в северном полушарии, она полностью определяет то, что происходит у нас. А у нас погода, собственно, определяется тем, что происходит в северной Атлантике. Такое там такое в Северном море, такой ведьмин котел, там, где все варится. Неужели болото и леса не определяют климат и не смягчают? Это, наверное, местное, да? А вот здесь есть эффект. Вот то, что циркуляция, да, это обославливает погоду. Вот сегодня, завтра на 10 дней. А вот наличие болот, наличие лесов, наличие озера Нароч, нашей жемчужины, оно определяет уже долгосрочные такие тенденции климатические. И если вот вспомнить, есть такая книга, описание северо-западного края было издано в 1860 каком-то году академиком Карским. И там писалось о том, что Волочковский лес, остатки этого леса, это Гомельская, Могилевская, кстати, Брянские леса. Вот этот Волочковский лес, это была огромная первозданная пуща, от которой практически уже ничего не осталось. Но вот этот Волочковский лес, он определял климат во всем северо-западном крае, ну тогда Российская империя. И когда мы говорим о том, что вот особенности климатические, природные, географически влияют на этнос, то это действительно так. Вот наша любовь к болотам, наша любовь к лесам, мы понимаем, что это вот наша защита. Витамин Д Для чего он нужен? Витамин Д – важный компонент, прежде всего влияющий на обмен минеральный. С ним напрямую связано образование костей. И, конечно, если витамина Д не хватает, вот эта костная масса, она хуже набирается, что в свою очередь чревато переломами тогда, когда уже с возрастом может наблюдаться разрушение костей. Чем еще Солнце полезно, вот с точки зрения метеорологов? С точки зрения метеорологов, Солнце – это вообще, наверное, 90… Ну не буду говорить 90, 8 или 90… Да 90% всей той энергии, которая вообще находится в атмосфере. И Солнце-то, собственно, и определяет и погоду, и климат, и наше поведение, наши реакции. Поэтому для метеорологов, для синоптика Солнце – это, так сказать, первый источник. Поэтому вот сейчас, когда мы внедряем активно космические технологии, то вот есть даже такое понятие – космическая погода. В рамках… Сейчас мы формируем программу белорусско-российскую по гидрометеорологии. Там у нас отдельным разделом ведет космическая погода. Что это означает? Это означает, что мы должны видеть, оценивать ту энергию, ту солнечную радиацию, радиацию не ионизирующую, а просто радиацию, как излучение, которое приходит на поверхность Земли, в частности, в Белоруссии, в России, в европейской части. Какие главные минусы у Солнца? Не вот кратковременное воздействие, о чем мы говорили, удар, там что-то протянутое во времени. Я как-то больше склоняюсь к плюсам. Тем не менее. А я могу добавить минус. Знаете какой? У нас есть такая оценка атмосферного озона. Вот под воздействием солнечного излучения, особенно в первой половине года, в атмосфере образуется не только в приземном слое, но и по всей толщине атмосферы образуется большое количество озона. И вот озон, с одной стороны, это хорошо, потому что отражает солнечную радиацию в верхних слоях атмосферы, а в приземном слое тоже проблема. Ну, все-таки, с точки зрения медиков, как я понимаю, основное, это что, онкология, да? Слишком большое воздействие Солнца? Безусловно. И в мире, и в Беларуси это проблема. Такой фактор может влиять негативно, об этом много говорят. Прежде всего, влияние на кожу, собственно, та, которая и подвергается прямой. Через которую и витамин Д-то ведь попадает, да? То есть вот как этот баланс собрался? Именно поэтому тот пример, который вы привели в начале передачи, от 90% поражения, это, конечно, совершенно негативное влияние. Но я всегда подчеркиваю, что мы можем сделать многое для того, чтобы вот этого негативного воздействия не было. Ну и, конечно же, если мы говорим о каких-то особых любителях вот такого получения солнечных ванн, то, конечно, необходимо и контролировать свой организм. И если что-то вдруг появляется на коже, необходимо обратиться к врачу. Каждый должен понимать, что одеть ребенку панамку, прежде чем вывезти его на улицу, одеть себе шляпку. Вы как раз сказали, что есть категории, за которых отвечают другие. И вот тут мы как раз-то вправе их вспомнить. Это дети. Конечно, родители и близкие должны позаботиться. Но не забывайте, что есть пожилые, которые нуждаются в уходе. Ну, самая простая рекомендация, конечно, справляться о здоровье ежедневно. Ну и тоже знать, какой температурный режим в квартире, в помещении, в котором они проживают. Потому что, опять же, для того, чтобы вот эта температура в квартире, в доме не была слишком высокой, есть простые меры. Например, проветривание в утренние, в ночные часы. И наоборот, плотное закрытие окон, зашторивание соответственно в дневное время. То есть, когда вот эта инсоляция наибольшая, когда нагрев происходит максимальный. Кроме того, конечно, тут могут использоваться и какие-то внешние механизмы охлаждения. Ну, кондиционер. Вентилятор и кондиционер. Но кондиционер, он, конечно, несет свою... он двояк, скажем так. Потому что, если мы даже говорим о кондиционировании, это не должны быть чрезмерно низкие температуры. Это 20-22 градуса. Тут же может быть вентилятор или вентилятор с одновременным увлажнением. Это тоже как мера, которая позволяет на 2-3 градуса снизить температуру. Конечно, людям, которые находятся в такой вот состоянии, где им нужна помощь, надо, чтобы другие о них позаботились. В общем, умеренность во всем получается. Умеренность во всем. Вот еще очень хорошая. Вадим заговорил о том, что очень простой, но очень действенный способ. Влажная уборка. Влажная уборка. И вода, она очень большой теплоемкостью, вода просто понижает на 2-3 градуса температуру в помещениях. В общем, советов мы дали много сегодня. Ну, дальше уже каждый должен сам решить, как прислушиваться, как действовать, когда за окном, скажем, плюс 30 и больше. Спасибо за сегодняшний разговор. И вам спасибо. Что ж, давайте будем получать от лета и солнца только положительные эмоции. И не забывать, от каждого из нас зависит, какой будет атмосфера на нашей планете. Главные новости о жизни Беларуси вы всегда найдете на сайте нашего канала. www.belarus24.by. До скорого. Беларуси вы всегда найдете на сайте нашего канала.